Михаил Салтыков-Щедрин «Добрая душа» «Дело не до чьих великих горестей, но и страдает-то он как-то тихо, сладко, любяще, хорошо встретиться в жизни с добрым человеком. Во-первых, он всегда много видел, мыслил и испытывал, а следовательно и рассказать и объяснить многое может. Во-вторых, самая близость доброй души человеческой просветляет, успокаивает все, чтобы не прикоснулась к ней. Как доходят люди до того, что делаются совсем-совсем добрыми, что не обвиняют, не негодуют, а только любят и желают, это объяснить сразу довольно трудно. Однако, можно почти без ошибки сказать, что достигнуть этого нельзя иначе, как путем постоянной работы мысли. Когда человек много мыслит, когда он рассматривает не только внешние признаки поступков и действий своих ближних, но и в ту внутреннюю историю, которая послужила подготовкой для них. Очень трудно бывает остаться в роли обвинителя, хотя бы внешние признаки известных действий и возбуждали негодование. Коль скоро мысль объясняет и очищает действия от запутывающих его примесей, сердце не может не растворяться и не оправдывать. Преступники исчезают, их место занимают несчастные. И по поводу этих несчастных горит, томится и изнывает добрая душа человека. Много встречаем мы на свете людей, но, к сожалению, большая часть их принадлежит именно к числу таких, которые ходят с выпученными глазами и ни о чем слышать не хотят, кроме своих маленьких личных интересов. Эти люди самые несчастные, несчастнее даже тех, кого мы называем собственно преступниками. У настоящего преступника, может быть, вся душа переболит, прежде нежели он решится на преступление. А этот, что ходит с выпученными глазами по улице, на каждом шагу делает свои маленькие гадости и даже не чувствует, что эти гадости – те же преступления, и что из них, этой темной массы, источается все мирское несчастье. Но встречается немало и добрых людей, и вы, милые дети, всегда скорее всех успеваете отличить их. Когда вы чувствуете, что вам легко и приятно около какого-нибудь человека, когда ваши лица расцветают улыбкой при виде его, когда вас манит приласкаться к нему, прижаться, знайте, что это такой же чистый и милый человек, как и вы сами. Знайте, что около вас бьется именно то самое доброе человеческое сердце, о котором хочу повести здесь речь. Нигде так много не встречается добрых душ, как между женщинами. Мужчина почти всегда по горло занят мелкими своими житейскими делами, он больше на народе, он чаще всего вынуждается вести борьбу, видеть и терпеть несправедливости, поэтому у него более поводов воспитывать в себе чувство досады и нет времени соображать свои выгоды с выгодами других. Нет времени и прощать. Сверх того, известная доля самостоятельности сообщила его действиям несколько хищнический характер, вследствие чего любимыми его пословицами стали «на то война, да затем в море щука, чтоб карась не дремал». Напротив того, женщина с самых малых лет почти всегда одна и всегда в загоне. Действительная роль, на которую, по крайней мере, в настоящее время осуждена женщина, «это роль безмолвия и исполнения чужих желаний, прихоти». Вот она и молчит, но в то же время думает, много думает, и чем больше она думает, чем томительнее тянутся ее собственная одинокая жизнь, тем более растворяется любящее доброе сердце. Она видит, как суетится и колотится весь свой век мужчина, как он лукавит, изворачивается из-за куска насущного хлеба, и мысль о несчастье, которая как бы сетью какую опутала весь людской род, сама собой возникает в ее голове. Муж ли вернется домой злой и хмельной? Она думает, Господи, какой он несчастный! Сын ли окажется уличенным в беззаконных делах? Она думает, Господи, как он должен страдать, и как нужно, как нужно ему любящее сердце, которое могло бы вселить мир в его тоскующую душу. И когда женщина захочет утешить скорбящего человека, то можно сказать, наверное, что в целом мире не найдется слаще и лучше того утешения? Нет тятя, у которого не открылся бы источник слез при виде умиротворяющей женской ласки. Нет душегоба, которого сердце не дрогнуло бы перед любящим женским словом. И не потому только, чтобы эта ласка или слово усыпляли человека, или заставляли его забыть что-нибудь, а потому, что эта ласка, это слово восстанавливает искаженный человеческий образ, что они вдруг очищают его душу от насосной житейской грязи, что они, хотя и не уничтожают прошлого, но делают невозможным возврат к нему. Когда я был в той трущобе, о которой вам недавно рассказывал, то случай свел меня именно с одной беспредельно доброй женщиной, воспитание которой будет благословенно для меня до конца моей жизни. Об ней-то я и поведу с вами речь. Это была вдова мещанина Анна Марковна Главщикова. Муж ее когда-то был достаточным купцом, но потом прожился, разорился и умер в мещанах, оставившей Анне Марковне самое ограниченное состояние. Как теперь помню, жила она в своем маленьком одноэтажном, об трех окнах на улицу домики, около которого стоял довольно поместительный анбар с большими дверьми с творчатыми. В этом анбаре, наполненном всяким мелочным товаром, обыкновенно торговал Марк Гаврилович, отец Анны Марковны, старичок древний, словно мохом покрытый, который уже почти ничего не слышал и не видел. Но выпустить из рук бразды правления не соглашался. В помощь ему был определен Сережа, довольно бойкий мальчуган, приходившийся Анне Марковне, чем-то вроде племянника. И совокупными усилиями они как-то успевали вести дела не в ущерб, хотя отец, прототоп соседней церкви, всякий раз, как проходил мимо лавки Главщиковых, никак не мог утерпеть, чтобы не сказать «старость да младость в союз вступили, обе вопиют, помази». Когда я зазнал Анну Марковну, она была уже женщина лет за пятьдесят. Лицо у нее, по-видимому, и в прежние молодые годы нельзя было назвать красивым, но добродушие и какое-то счастливое спокойствие так и светилось во всех ее чертах. Часто чувственность заставляла ее плакать, но она плакала без всяких усилий, брызнет сама собой слезы из глаз и потекут по старчески румяным щекам. И видно было, что ей легко плачется и сладко плачется. Часто она тоже вздыхала, но это были не настоящие вздохи, а какое-то тихое всклипывание, совершенно подобное детскому. Вообще некрасивость ее была такого рода, что к ней очень скоро можно было привыкнуть, и чем больше с ней свыкаешься, тем лучше и свободнее при ней себя чувствуешь. Так что под конец, пожалуй, это лишенное всякого изящества лицо покажется краше любой красы. На дворе у ней всегда бегало великое множество детей, тут были и дети бедных родственников, Анны Марковны, и сироты бездомные, которых она как-то умела всюду отыскивать, поэтому возня на дворе и у ворот около лавки была всегда страшная. Кто на доске скачет, кто в песке копается, кто пироги из глины месит, кто с индейским петухом разговаривает, кто наконец подкрадывается к дедушке Марку Гавриловичу и норовит снять у него с носа толстые серебряные очки, «Кшшшш!» «Пострята!» — крикнет над них дедушка, но крикнет как-то незлобно, что пострелята звонким ходом брызнут во все стороны и тут же начинают совещаться, какой бы сочинить новый поход против дедушки. «Эта любовь Анны Марковны к детям послужила соединительную связью между ею и мною. Я не могу пройти мимо маленького ребенка без того, чтобы не погладить его по головке или не дать ему пряничка. Анна Марковна сразу заприметила это мое свойство и стал я ей люб. А еще любее я сделался ей, когда она узнала, что я принадлежу к числу несчастненьких, что я тоже в своем роде узник, хотя я хожу каждый день на службу в губернское управление, чтобы, как выражался Марк Гаврилович, всякую вреду строить. А в глазах Анны Марковны после младенца не было в свете краше человека, как несчастненький или узник. И вот однажды, когда я, настроив в течение утра посильное количество вреды, возвращался из губернского управления домой и, остановившись около лавки, беседовал с обступившими меня пострелятами, из калитки ворот вышла сама Анна Марковна. Да вы, барин миленький, хоть бы чайку, чашечку, выкушать зашли, сказала она мне, а то уж как-то и стыдно мне, старухе. Все-то вы эту вольницу-то мою ласкаете, додарите, а мне вас и побаловать-то нечем, еще и не удалось. Пожалуйте, миленький, познакомьтесь. Я пошел за нею, и с той минуты, как переступил порог этого дома, на душе у меня как-то повеселело, как будто кто-то издалека улыбнулся мне и прелелеял меня, как будто давно затерянный и вдруг снова обретенный друг крепко-крепко прижал меня к груди своей. Часто, почти каждый день я беседовал с нею, и все, что я уже знал, о чем говорила мне книга, все это как будто бы я во второй раз понял. Понял и сердцем, и мыслю, и всем существом. Книга жизни, в которой каждое слово как будто дышало и билось, раскрылась передо мной со всеми своими болями, со всей жаждой счастья, которая словно мираж манит, трепещет на горизонте, понапрасну только изнуряя и иссушая грудь бедного странника моря житейского. Эта простая, но беспредельно добрая женщина много потрудилась на своем веку и много думала, но додумалась только до любви и прощения. Она не получила никакого образования и потому не всегда умела уяснить себе причины того или другого явления. Но так как в ее лета и при ее обстановке помочь этому недостатку было уже невозможно, то она совершенно естественно возмещала его тем усиленным горением сердца, которое доступно даже наиболее простому человеку и которое в то же время так много способствует увеличению в мире суммы добра. Особенными фаворитами ее были, во-первых, дети, во-вторых, мужики и, в-третьих, преступники или, как она всегда выражалась, узники. Не знаю, как ты, дружок, говаривала она мне. Она очень скоро подружилась со мной и начала говорить мне ты. А я так со страсти этих ребят люблю. Первое. Умны и занятны они очень. Второе. Зла в них вот не на это столько нет. И не думайте, друг мой, чтобы этот ямалец чего бы нибудь не понял. Нет. Он плутяга от земли на оршок вырос, а уж все смекнул. Ведь он тоже уж большой человек, только в малую формочку вылит. Все равно, как вот солнышко в капельки играет, так и в него настоящий человек смотрится. Говоря это, она гладила маленького внука Сережу, который фыркал от удовольствия, слушая бабушкины речи и тем, несомненно, подтверждал справедливость их. А расскажите-ка, Анна Марковна, что-нибудь про крестьянскую нужду, спрашивала я ее иногда, зная, что это один из любимых ее предметов и что ничем нельзя сделать ей большего удовольствия, как доставив случай побеседовать об нем. Ах, какая это нужда, мой друг! Какая это тяжкая нужда! Кажется, и сердце-то все сгореть должно, как бы настоящим манером подумать об этой нужде. И полноте, Анна Марковна, живут они себе припеваючи, только тесненько скажешь ей на это, чтобы подстрекнуть и пошутить над ее горячностью. Нет, не говори, даже не шути ты этим, ты взойди только в избу крестьянскую, ты попробуй хлеба-то, который они едят, так она нужда-то ихняя, сама так глаза тебе и кинется, и опять подумай ты, что для этого ихнего хлеба, да для пустых щей, должен он целый век до самой смерти своей все работать, все работать. Как только Бог души их держит, как только силы-то в них еще остается, ведь по-настоящему-то от этих пустых щей бока у человека промыть-то должно, а он все-таки скрипит, все работает и не для себя все работает. Да, не для себя. А вот в газетах Анна Марковна пишут, что мужик от того беден, что пьет не в меру, опять пошутишь над нею. Врут все они, врут все эти газеты, скинется она на меня. Вот как бы и ты поменьше этих враньев-то писал, и ты бы в этом трущобе-то не жил, а пожалуй бы в звездах, в лентах мостовые гранил, ты подумай, какое оно слово, эти газетчики-то твои говорят, пьет мужик, а сколь часто он пьет, спросила бы я тебя, в неделю, а не то в месяц раз, на базаре бывший, а слышала ли ты, как мужик на базар-то едет, с чем едет, и что он там делает? Нет, Анна Марковна, признаться мало, я эти дела знаю. Так вот, я тебе расскажу. Едет мужик на базар ночью, чтобы поспеть ему в город, рано-рано, чтобы чуть брежать начнет. Не спит он, все около воза идет, и так-то ноги свои отколотит, что они у него словно из лаптей вырастать станут, и идет он таким манером верст десятки, и в мокрень, и в пыль, и в снег, и во вьюгу, и в дождик, и лицо-то у него от мороза белеет, и ноги мажат, и сон-то его валит, а он все идет, все идет. А везет он, мой друг, на базу-то на своем, знаешь ли что, он везет, душу свою, друг мой, он везет, душу свою, которая цельную неделю, день-деньской, надрывалась, не допивала, не доедала, а все думала, господи, как бы мне на соль, да на щи пустые осталось, чтобы мне христианскую смертью помереть, а не околеть с голоду, да как собаки. Ну, вот, приехал он, продал свою душу-то на базаре, как ты думаешь, куда он деньги-то свои наперед всего понес? В подате, мой друг, в подате, однако, Анна Марковна, согласитесь, что ведь и казна должна чем-то жить, знаю, дружок, знаю, что подате платить надо, я говорю, как мужику больно, как у него сердце бедное щемит, и не доспит, и обманут его, и оберут, что делать-то ему, скажи, и все-таки не резон в кабак ходить-то. Ну, брат, я вижу, что ты меня только нарочно в сердце вводить хочешь, и прощай лучше Бог с тобой. Ну, полноте, Анна Марковна, вы видите, что я шутку шучу, ну, пошути, я с вами, вы бы не расходились так, да и я бы не знал, как мужики на базар ездят. То-то, друг мой, надо эту жизнь знать, чтобы об ней говорить, а тем паче народ смущать своими речами. Я сама хоть и купщихой росла, а тоже недалеко от этого звания выросла. Вот и ты так станешь вникать, тоже будешь знать, благо наука это не очень мудреная. И помяни ты мое слово, запомни ты эту примету, как взглянешь ты на этого мужика, да затаскует в тебе сердце твое, когда говори смело, знаю, мол, я нашего русского мужика, потому что без жалости смотреть на него не могу. И будет он тебе так мил, так мил, что и по ниток-то его рваной краши, ризы покажутся. Много рассказывала в этом роде Анна Марковна, и я никогда не уставал наслушаться рассказов его. Говорила она, как родится русский мужик, как он, словно крапива у забора, растет, покуда в меру разума войдет. Говорила, как пашет, баранит, косит, молотит, веет русский мужик, и все куда-то везет, все везет. И говорила, как умирает русский мужик, кротко, покорно, истово. Рассказы эти не разжигали меня, не поднимали во мне горечи, но, напротив того, как будто смягчали мое сердце. И мне кажется, что действительно бывали в жизни моей такие моменты, когда при взгляде на мужика сердце мое начинало тосковать, и что эти моменты я обязан никому иному, как именно, милые мои, Анне Марковне. Ну, а несчастненьких ваших-то за что вы любите? Ведь не за добродетели же, а за преступления свои узниками-то они сделались. Да ты, дружок, подумай немного, так и увидишь. Может быть, что настоящие-то преступники не во строге сидят, а тут вот промеж нас с тобой в миру вольном веселятся. Ответ этот несколько смутил меня. Конечно, думалось мне, есть такие ответы? Есть. Но как могла дойти до них простодушная мещанка города Крутогорска? Какую такую свою собственную теорию невменяемости соорудила она в голове своей? Ведь при помощи одних внешних признаков, которые только и доступны той степени развития, на которой она находилась, нельзя же прийти к таким нешуточным обобщениям. На поверку, однако ж, оказалось, что вопросы жизненные, даже наиболее мудреные, суть именно такие вопросы, относительно которых процесс мысли самый простой и процесс самый сложный, очень часто сходятся между собой и приводят к одинаковым результатам. Единственное при этом условие, которое нельзя обойти, заключается в том, чтобы мысль шла прямо, чтобы она не увлекалась и с воротами, и честно, и посильно разрешала вопросы, которые представляются ее вниманию. «Как ты думаешь», продолжает между тем Анна Марковна, «от сытости, что ли, вор ворует, от хорошего житья грабитель на дорогу выходит, или, по-твоему, человек так и родился злодеем? Так вот они, дети-то, гляди на них, вон их тут охапка целая, как хочешь, так их поверни». Взгляну я на детей и в самом деле убеждаюсь, что все они такие бравые, добрые, умные, что никак даже вообразить себе нельзя, чтобы из них вышли какие-нибудь злодеи и грабители. Правда, что маленький Петя постоянно ведет упорную борьбу старым козлом, который греется у конюшни на солнце и даже нередко обижает старика, но ведь у него на это свои резоны есть. «Тетенька, Васька возить меня не хочет», оправдывается он всякий раз, как Анна Марковна принимает сторону разобиженного козла. «Да ведь он голубчик старенький», увещает его тетенька. «Дедушка тоже старенький, а вон возит». «Во всяком случае этот признак вовсе не столь решительный, чтобы из него можно было выводить заключение. Да и житье Васьки козла в сущности совсем не худое. Сколько раз в сутки тот же самый забияка Петька, наигравшись над ним, и хлебца ему дает, и молочка принесет. Узы, мой друг, везде есть», продолжает свою речь Анна Марковна. «И как тяжелы, ах, как тяжелы эти узы, только понять их нелегко, потому что ищем мы их не там, где искать следует. И на то только горе бежим, которое само нам в глаза тычется. Как думаешь ты, под забором-то расти, не узы это? Большую-то дорогу своими ногами обколачиваешь, и это тоже не узы, а кабак-то? А? А воровства, да грабительства, да убийства, ведь это, коли хочешь, даже не просто узы, а из всех уз узы. Вот они где наши мужицкие-то узы зреют, назревают, а ты их востроги, да между заключенными ищешь. Там ведь, дружок, уж развязка одна, а ты подумай только, какими путями, дорогами, до этой развязки-то дойдено. И от слова Анна Марковна немедленно переходила к примерам, которых знала немало. А ты вот попробуй-ка с лаской к нему подойди, к тому, которого ты душегубом называешь, да и увидишь, как его сердечного от душевной тамуки перевертывать начнет. А вы верно пробовали, Анна Марковна? Пробовала, сударь, не хвастаюсь, скажу, не однажды пробовала. Был, я тебе расскажу, у нас здесь на Мостроге большой грешник перед Богом. Василий Топор назывался. Сколько этот Васютка душ христианских безовременно сгубил, так что и сказать невозможно. Читали это, читали, как на эшафот-то его вывели, даже и на народ-то словно бы страху напал. А он стоит, эдак, руки назад, как столбу связанши. И даже в лице нисколько не изменился. И начали его полысать. Я сама тут, мой друг, была. И хоть мне не впервые эти страсти человеческие видеть, однако, и я удивилась, как он в своем сердце, даже под плетьми, отвагу сохранил. Только ворочаюсь я с торговой площади домой, словно пьяная, и думаю, господи, да не уж есть на свете такой человек, который не видел бы лица твоего. И решилась я тогда же пойти к нему в больницу и утешить его. Анна Марковна остановилась и несколько мгновений не могла продолжать от волнения. Вот и пришла я к нему в больницу. Много ли? Мало ли, говорили мы между собой? Немудреная, мой друг, наши речи, только стал он понемногу смягчаться. Васенька, говорю я, сердце у тебя, друг мой, горячее. Укроти ты его, утоли ты вредную строптивость свою. Посмотрел он на меня и словно как бы в первый раз ему в голову что пришло. Не стерпел ты уз своих тесных, говорю, в лесах да по дорогам горя свое большое разнести захотела. Не стерпел, прошептал он, а ты бы, подумал, какие узы другие-то христиане терпят. Может, горше твоих? Горше, говорит, и вижу я, стал он напрыживаться, и пот по нему проступать начал, и вдруг он хлынул. Только какая это горесть, друг мой, была, я даже выразить тебе не могу. Уж не то, что плачет или рыдает, а просто криком кричит и мучится, и мучится. Так мне после этого пятна, которые у него на щеках да на лбу напятнены были, краши честного девичьего румянца показались. Признаюсь откровенно, когда я выслушал этот рассказ, из глаз моих полились невольные слезы. Мне почуялось, что я вдруг сделался чище, лучше, нежели был прежде, и что за всем тем, что я пядя не стою этой простой и милой женщины, которой голос точно горнило всеочищающее, умеет проникать в самые темные тайники души и примерять совестью самые упорные и закаленные натуры. Так вот, как насмотрится этаких примеров, продолжала она, так и по совести сказать про человека вор, убийца, ведь и убийцей Христос сердце растворил, ведь и в ад он, батюшка, сходил, а мы давно уж нет на свете Анны Марковны, но я до сих пор благословляю ее память, я убежден, что ей я обязан большую часть тех добрых дел, которые во мне есть, я мог бы привести здесь много разговоров, которыми мы коротали с нее долго зимние вечера, я мог бы рассказать, как она учила детей идти прямую, честную дорогой и даже под страхом смерти не сворачивать с нее, но предпочитаю возвратиться к этому предмету в особом рассказе, скончалась она той самой крестьянскую смертью, о которой столько раз говорила и с которой сильно желала, в один из теплых весенних дней, возвращаясь из церкви, она примочила ноги и простудилась, вечером я ее еще видел, и хотя тут был лекарь, который запрещал ей говорить, но такая уж она была словоохотливая старушка, что удержаться никак не могла, на другой день утром я узнал, что Анна Марковна уснула, Марк Гаврилович жив и до сих пор, но от старости уж ничего не говорит, а только все плачет, Сережа старший внук достиг 20 лет и управляет дедушкиным капиталом, которого за добродетель Анны Марковны набралась очень довольна, часто проходя мимо знакомого дома об трех окошках, я видел, как в одном из них улыбалась личика хорошенькой мещаночки, добрым выражением своим напоминавшее лицо покойной тетеньки, я знал, что эта личика принадлежит жене Сереже, и что в доме все счастливы, как будто живет еще в нем и приголубливают всех и каждого вечно любимая тень Анны Марковны.